вот видите вот смотрите дымится тачка я думал что такое увижу только в фильмах или как минимум в бмв не нравится те 150 километров час тяж на спидометре блять 260 написано за должна 260 с куста ебашить блять что сука нахуй говнище ебучая блять я просто еду я просто наблюдаю как умирает мой мерседес друзья неприятно это осознавать но мы с вами кипим кипим я щас в аэропорту нужно было срочно отвезти знакомых останавливается на прогрев и перегрев нельзя было и давайте с вами посмотрим что же у нас под капотом я снял крышку потому что там жесткое избыточное давление я просто боюсь что у меня сейчас клином пойдет двигатель давайте посмотрим воняет уже сразу блять водой заклинил капот посмотрите это пиздец вытекла вся вода ужасные пробки не включается этот обдув короче значит когда я останавливался открывал пробку то избыточным давлением просто такой фантам фигачил сюда просто жесть и я не знаю что делать а такая ситуация она произошла почему ну я так думаю снял тут термостат полностью она начала гонять по большому кругу но в принципе от этого же проблем не должно было быть понимаете вот дымится двигатель горелое масло реально такое ощущение что уже двигатель приехал а это почему а потому что я спешил за город а значит и дал 160 километров в час и вот так вот ехал 20 минут у меня приборка не подсвечивается и поэтому я не увидел как я начал кипеть я уже потом увидел где 110 градусов было открыл крышку оттуда полилась я влил еще значит холодной воды 5 литров оттуда еще больше полилась разница температур и короче сейчас там все все как-то шершит непонятно вот патрубки пустые такое ощущение сейчас пойду вот на заправку наливать воды сюда сливать я не знаю что то делать короче с этим потому что это жесть ехать до города 45 километров или 30 но 42 короче не знаю как я доеду надеюсь у меня клином не пойдет и скидываю на нейтралку и выключаю двигатель все делаю чтоб только просто ну остаться в живых как говорится это пиздец и залил туда масло короче полностью все чтобы просто ну не было масляного голодания берут две баклахи 7 литров иду заливать смотрите жесть она там блять она там вообще просто очень жутко кипит смотрите какие-то звуки такое чувство что распирает патрубки пиздец это пиздец отсюда холодная вода идет представляете холодная вода если она вообще короче не пригревается никак короче еду я еду с такой нормальной скоростью начинаю поворачивать смотри у меня включился значок вот этот красные аккумуляторы думал все пиздец генератор или там порвало ремень и руль начал плохо короче работать оказывается это у меня наверное какая-то или детонация было или что и двигатель короче сам выключился то есть заглох вставлять он поднялся до 120 градусов и заглох умный пиздец для тебя уже слышу какие-то детонации короче и вот топитель короче ничего не идет вот так вот она стоит на одной температуре я все-таки ой пиздец пиздец начались короче детонация пиздец я даже не буду его включать сейчас начинает троить короче пиздец я вообще в шоке чуваки что мне делать блять что это за такая параша что вообще происходит как я доеду домой блять что мне делать с этим мерседесом почему каждый каждый день какая-то ерунда происходит блять что это вы приколите вот еще иду влил 7 литров представляете 7 литров влил при том антифриз держится на уровне как только заводишь машину начинает кипеть все очень сильно и такое чувство что детонировать уже как будто чуть-чуть и все уже клином скоро все станет и потом когда машину глушишь антифриз куда-то уходит понимаете опять доливаешь 7 литров это пиздец какой-то блять блять как я доеду домой я не понимаю мне хотя бы домой доехать это в лес понимаете это лес пиздец одни самолеты взлетают и собаки масло на месте горелая чувствую что горелая блять пизда там сейчас такой жесткий был фонтан ебануться блять я прямо завел там жесткий фонтан приколите это пиздец давай же блять включи мне печку мне больше ничего не надо я буду тебя остужать сучара вот что значит газовать блять на этой машине сейчас газовать нельзя потому что сцепление уже заканчивается и газовать нельзя потому что двигатель заканчивается сука да сколько можно блять сука да сколько можно и ну ребята я бы очень хотел чтобы это было постаново но к сожалению нет блять месседес умирает 400 тысяч приговор двигателя особенно с моим и степенью газовки как я газую моей работой такси такси все машины убиваются блять самый неподходящий момент притом если бы я не довез людей а ехал я сорок пять километров сорок пять километров до аэропорта и теперь их не довез они бы не успели на самолет и блять они бы меня отпиздили вместе с этой машиной закопали бы блять я вам серьезно говорю чуваки это просто пиздец блять я так пересрал а сейчас еще надо как-то домой доехать пиздец это я просто газовал просто ехал 150 километров в час 160 и машина начала жестко кипеть она не выдерживает уже таких мощностных режимов уже это старичок не выдерживает несмотря на то что работает вот этот вентилятор работает этот нет виска муфта работает но это не миша но не помогает ей если она кипит пизда сейчас я посмотрю по программе hfm scan если детонации есть я вообще ебанусь ну что ребята еду я пока что я залил холодной воды температура держится но даст бог я доеду нормально до дома хотя я смотрю что она уже потихонечку начинает увеличиваться так температура растет несмотря на то что я постоял температура растет не дует горячим печка значит какие-то проблемы действительно есть моторе значит я конечно понимаю что все мы понимаем что mercedes это танк но каждому танку надо и передышка 420 410 тысяч пробег смотрите уже температура растет 410 тысяч пробег машине двигатель возможно уже хочет немножечко починиться но вы понимаете есть сейчас стуканет двигатель то это самый самый неподходящий момент я вам серьезно говорю потому что не успела еще насладиться нормально его работой он идет по пизде просто блять смотрите уже сотка уже сотка значит проблема в чем-то другом чуваки проблема не в пробках охлаждающих чем-то другом но вы понимаете да развитие ситуации суть следующих роликов блять пиздец крестите пальцы чуваки крестите пальцы чтобы это оказалось что нормально вот я проехал 5 километров придется сейчас останавливаться оставлю я лучше его без крышки вот так вот я буду остановками пытаться доезжать домой на аварийке так смотрите уже рассвет почти доехал домой вот там курган славы вот видите вот смотрите дымится тачка я думал что такое увижу только фильмах или как минимум в бмв я сейчас вам покажу кода ошибок который я смог диагностировать по пути температура растет написано вторая группа цилиндров детонация датчик детонации валит углы зажигания что вообще тут все блять не взорвалась ебеням блять я не знаю что мне делать как только останавливаю машину какие-то жесткие звуки все бурлит какие так какой-то воздух отсюда посмотрите бурлит как вулкан я не понимаю что это чуваки я просто не понимаю что это у меня блять вроде не стучит двигатель ну посмотрите это ж пиздец блять давайте попробуем воду слить вода совершенно холодная сливается только потом немножко горячая блять гоняет фура тут пиздец вот уже горячий сливается я не знаю что такое чуваки напишите в комментариях что это может быть такое чувство что пришел пиздец моему мерседесу блять вот вам и переварка блять вот вам и блогинка вы говорите кули ты его не перевариваешь возьми другую машину на проект за что блять за что у меня нахуй пиздец у меня эта машина не едет нихуя и кипит в пизду блять ебануться блять извините за мой французский конечно но другого у меня французского нету вон засталась вся машина блять сука старуха ебаный рот не могла ты блять другое время сломаться блять через год хотя бы чтобы я жирком оброшу подписчиков больше стало за что мне блять ее сейчас чинить блять пиздец за что на за бабушкины деньги блять за мамины слезы за что мне блять чинить ее ни одни блять донатов не хватит ебаный насос блять что это нахуй проехался 15 минут на скорости 150 километров час подумаешь ты должна уже блять идти на на тот свет да не нравится те 150 километров час тяж на спидометре блять 260 написано ты должна 260 с куста ебашить блять сука старая блять 95 года рождения фрау мерседес блять сука с допотопным мотором блять должна нахуй ехать блять должно этот огонь блять из выхлопной трубы блять ебашить нахуй делать бмв блять а ты нихуя не едешь блять греешься сука нахуй говнище ебучая блять сучара блять мразь для джоке вот я сейчас еду я просто смотрю на вот эту детонацию первый цилиндр 7 и 4 градуса детонация датчик детонации валют иглы под 29 градусов чтоб просто двигатель не взорвался к хуям блять я просто еду я просто наблюдаю как умирает мой мерседес просто умирает машина вот и все когда-то это должно было случиться правильно но вот оно случилось температура не уменьшается она только растет держится 106 градусов видели я залил воды ну если бы это было какая-нибудь джигули я понимаю его было не жалко но у меня мотора особенный 2 и 3 компрессор понимаешь хотел выебнуться купить 2 3 компрессор но вот выебнулся 1 и 8 сюда не поставишь вот так вот тут другой просто ход поршня другая степень сжатия вот так вот и компрессор блять было бы понимаете были бы деньги я бы такие эксперименты устраивал бы хоть каждую неделю так вопрос блять денег там вопрос в деньгах понимаете денег-то нету такие эксперименты устраивают не то что денег нет денег нет вообще блять я людям пообещал что 20-го числа будет сварка блять я и людям на стриме пообещал слезно будет сварка Хуй там, блять Куплю сварку на не ездящую машину Буду переваривать Как музейный экспонат, блять Пизда Я слышу детонации Чуваки Я слышу детонацию Я слышал только что детонацию Это такие сверчки Блять Блять, смотрите Машина выключилась Машина сама остановилась Я съеду сюда Видите, все, машина заглохла Ехал с вами, общался Заглохла она в режиме онлайн, блять Пиздец Я просто в шоке, блять Пиздец Я даже, я даже боюсь смотреть Судорожно Крутит вентилятор Да что ты сделаешь, ты уже ничего не сделаешь, блять Все, завоняло Звоняло маслом, блять Горело, блять Не знаю, блять Вот у меня последние капли воды есть Я их залью Доеду домой, блять Поставлю машину И все И давайте до свидания Предсмертный стон, друзья Я ничего не делаю А он что-то еще пытается делать Слышу стук клапанов, чуваки Как трактор Вы, может, не услышите Но я слышал, как они стучат Или что там стучит В общем, я разгоняюсь Потому что в любой момент могу Заглохнуть Я разгоняюсь И ебашу Домой Накатом Я завелся вообще С трудом Значит, и все И пизда Ставлю машину, я не знаю Поутру Это самый хуевый день В моей жизни, блять Вот она едет Последние свои километры Так, как ехала раньше Так что Ребята, молитесь Чтобы у меня появилось настроение Дальше что-то снимать Потому что иначе, блять Я нахуй закрою этот блок Продам эту ебаную машину И не знаю, блять Возьму в аренду Рено Логан И пойдут таксовать в Uber Головку Скорее всего Пробило Потому что Смотрите Увеличиваю обороты Видите? Идет давление воздуха Значит Через нее Значит Головка пробита Ну а как апогеи Всего этого Я вам предлагаю Послушать Вот эту мелодию Не знаю Слышите вы или нет Но я уже слышу клапана Классно, да? Слышите, да? Все Цокает Ему пизда Привет, Сергей Удобно тебе говорить? Слушай У меня такой вопрос В общем Начал у меня Кипеть жестко Двигатель Что это может Не бурлит в бочке? Да Бурлит Бурлит? Да Ну тут только одно могло Хоть Что можно Прокладка? Прокладка? Конечно Пробило прокладку Вполне возможно Ну ты когда завозишь машину Крышку открываешь Пробежит Если газуешь И фонтан бьет Все Я понял Если начинает пить После прогрева Значит Прокладка Это течь Конкретно Ага Я понял В общем Ситуация неутешительная Я приехал Мне специалист Сказал Можно даже не смотреть Пробило Прокладку Потому что В расширительном бачке Выхлопные газы Я понюхал Выхлопные газы Выходят туда Значит Вопросы Ко в том Что Повело ли Голову Повело ли Блок Четырехцилиндровая Головы Не особо ведет Но перегреть Можно любой Мотор Понимаете По ценам Это примерно Так Работа 250 долларов Запчасти Где-то 200 долларов Это если При самом Ну Естественно Туда входит Замена цепей Замена маслосъемных Колпачков Без Без Замены Колец Поршневой Группы Потому что Кольца Ходят Достаточно Хорошо По 600 тысяч Он сказал Ходит Вот Но все равно Это будет все Видно Тогда Когда снимет Башку Это раз Второе Машину Я ставлю На прикол Возле дома Если я буду На ней ездить То Точно Встретятся Поршни Когда-нибудь Вот Еще 1-2 дня И все Будет Хорошо Я еще Умудрился На ней Поехать Работать Еще Там Это Все Пятое Десятое Машина Кипит Греется Воздух Не идет В отопитель Потому что Там Выхлопными Газами Все Закрыло И воздух Просто Не попадает Машина Не может Даже Остудиться Не важно Вентиляторы Не вентиляторы Все Голову Повело И так далее По поводу Того Как чинить Значит Иногда Проще Купить Контрактный мотор Его вставить И не париться Но проблема Заключается в том Что у меня Особенный мотор Понимаете У меня же Компрессор На мотор От новых Компрессоров Мотор не подойдет У меня Старый Компрессор На мотор От обыкновенного 111 Мотор Не подойдет А совершенно Другой мотор Совершенно Другая степень Сжатия Рассчитанная Под надув Компрессора Вот Если обыкновенные 1.8 Они даром Никому не нужны Он говорил Ему звонили С разборки Было 20 моторов Лежало Никому не надо Они их на Металлолом Отвезли Говорит Хотя бы за 50 долларов Возьми Говорит Мне не надо Тоже То есть 111 моторы За счет того Что они очень живучие Они никому не нужны Но это Он так Сказало Когда я Звоню По объявлениям За них Заламываю Такие цены Что я Просто Просто Охуеваю От того Вообще Как Расходятся Просто Слова Специалиста С тем Какие Вообще Цены Понимаете Вот Ну надеемся В общем Сейчас я ставлю машину Я на ней ездить не буду И Ищу мотор Узнаю Сколько по цене Прикидываю Сколько Запчасти Вместе с работой Будет Долларов Пятьсот Стоит Мотор Новый Не знаю Может тоже Будет Долларов Пятьсот Стоит Ну плюс Еще Работа Его поставить Вот Ну обычно Как делается Ставится мотор Контрактный На нем Ездишь Неделю К примеру Смотришь Текет Не текет Я даже на горестях Расстроенных Пацаны Я даже Крышку заливной горловины Потерял Где-то по дороге Я ее просто не закрутил Или еще же Ну спешил Как бы Вот И Такой к вам вопрос Вот смотрите Значит Я вам пообещал Что 20 числа Будет сварка Это у меня К вам Чисто вопрос Такой Что мне делать Мне покупать Сварку На Не ездящую машину Нет Серьезно Напишите Как Как вы думаете Как вы считаете Мне покупать Сварку На не ездящую машину Либо Мне лучше Эти деньги Пустить На Восстановление На капиталку Мотора Чтобы я смог Продолжать Свой блог И свой проект Вот напишите Как вы считаете Как вы думаете Знаете Ну люди же По какой-то хуйне Там собирают Просмотров Дофига Да Но может быть И мы Соберем Как говорится Сделаем стрим Машина Возле дерева 24 часа онлайн Да Чтобы Все заходили И смотрели Как дырял Умс Стоит возле дерева Вот Да Забавно Шутки шутками Но правда В том Что я Вот этими Всеми А это же Из чего Тянется Это тянется Все С того Что мотору Уже очень много лет Я ему дал Очень большую нагрузку И Вот эти все Эксперименты С охлаждением Они конечно Вылезли Мне очень сильно Потому что Ну воду заливаешь Прокладка сгнивает И вот тебе Привет До свидания То же самое Как Есть шлепок Есть удар Ноги в жопу Есть шлепки Это просто Стартануть Со светофора А есть удар Ногой В жопу Блять Это когда я дал 5-10 минут Ему 4000 оборотов И проехал По Автостраде Понимаете Вот это удар В жопу Старому мотору Я сделал И все И вот такая Ситуация В общем Друзья Вы поняли Пожалуйста Напишите мне Что вы думаете Может быть Мне стоит Эту машину Вообще На запчасти Продать Может Мне стоит Капиталить мотор Заменить мотор В общем Напишите Что вы думаете Что бы вы сделали В этой ситуации И В общем Я жду Ваших комментариев Будет интересно Почитать А пока Все Это последнее Видео Про Мерседес Если Видео Выходить Не будут Значит Погнал